Иван Алексеевич Бунин. Солнечный удар. Приморские Альпы. 1925 год. После обеда вышли из яркой и горячо освещенные столовой на палубу и остановились у поручни. Она закрыла глаза ладонью наружу, приложила руку к чеке, засмеялась простым релестным семехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине. И сказала, я кажется пьяна. Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Асамаре? Но все равно это у меня голова Круса. Или мы куда-то поворачиваем. Впереди была темнота и огни. Без темноты бил. А в лицо сильный мягкий ветер. А огни не селись куда-то во сторону. Пароход с заволжским чегольством. Он круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная пахла с загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысе. Как вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холостенковым платьем. После целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик проворотмотал. Сойдем. Куда? Спросила она удивленно. На этой пристани. Зачем? Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. Сумасшествие! Сойдем! Говорил он тупо. Умоляю вас! Ах да! Делайте как хотите! Сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился от узкого освещенной пристани. И они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад. И шумом закипела вода. Загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли в сонную конторку. Вышли на глубокий по ступицу песок. И молча селиво запыленный извозчищем пролет. От логи подъема к гору среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороги, оказался бесконечным. Но вот поднялись, выехали, затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного и летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, которой не в ритм и лакей, а в розовой косоворотке. И в сертуке недовольно взял вещь и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли большой, но страшно душный, горячо накаленный сзади солнцем номер, с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись по целуям, что много лет вспоминали потом эту минуту, никогда ничего подобного не испытывал за всю жизнь, ни тот, ни другой. Десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, по завонам церкви, базаром на площади, перед гостиницей, запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город. Она эта маленькая безымянная женщина и, не сказавшая своего имени, шутя, назвавшая себя прекрасной знакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему, была проста, весела и уже рассудительна. Нет, нет, милый, сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. Нет, вы должны остаться до среди едыщего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово. То есть совсем не то, что вы могли бы о мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось. Со мной не было, да и не будет больше. На меня точно в затме не нашло. И невернее мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручик как-то легко согласился с нею. А во легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз, как в ходу прозвого самолета, прежде всего поцеловал на палубе, и едва успел скачать на спотни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно, и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Но мир без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полунь ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским адекалоном. Еще стояла на подоносе ее недопитая чашка. А ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Транное приключение», – сказал он в сунух, смеясь и чувствуя, то на глаза его наберутся слезы. «Да и вам честное слово, то я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана, и он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, задаварил окна, чтобы не слышать базарного говора скрипа колес, опустил белые, пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот, и конец этому дорожному приключению. Уехала, и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне, или на полубе, и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку на встречной плоти, на желтые отмели, на сияющей даль воды неба, на весь этот безымерный воский простор. И прости, южина всегда навеки, потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще, вся ее семья, и вся необычная жизнь, и город этот показался ему каким-то особенным заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить, в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая случайно такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила, и поразила его, нет, этого не может быть, это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно, и он почувствовал такую боль, и такой ненуенность в связи своей в дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние, да-да-чет, подумал он, вставая опять, принимаясь сходить по комнате, не стараясь, не смотреть на постель за ширмой, да что же это такое со мной, и что в ней особенного, и что собственно случилось, в самом деле точно какой-то солнечный удар, и главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье, он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холостой тенкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук, ее голоса, чувство только того, что испытанных насладений с ее женской прелестью, было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе совсем новое чувство, то странное непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить себе не мог, затевает вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь, а главное, подумала, ведь и никогда уже не скажешь, и что делать, как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей волгой, о которой унес ее этот розовый пароход, нужно было спасаться, чем-нибудь занять, одевели себя, куда-нибудь идти он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звенящ в форме по пустому коридору, забежал по крутой лестнице, на подъезд, да, но куда идти, у подъезда стоял и заводчик молодой и ловкой поддепки, и спокойно курил сигарку, поручик взглянул на него, растерянно и с изумлением, как это можно так спокойно сидеть на козалах, курить и вообще быть простым, беспечным и равнодушным, вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе, подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался, он зачем-то походил по-свежему навозу среди телек, среди завозов, собор самый среди новых мисок, и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, заведели в них пальцами, показывали их добротность, мужики, оглушали его, кричали ему, вот первый сон, огурчики, и ваше благородие. Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара, он пошел в собор, пели уже не гром, уже громко, весело и решительно, за знанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на врывы горы над неоглядной светло-стальной шерью реки, погоны пуговицы вакителя так назгло, что к ним нельзя было прикоснуться, а колышко туза был, внутри мокрое от пота лицо пылало, возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, которое не сло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботевенью со льдом, все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой униенной гостинице была она радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на счастье, оно выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он не задумываясь умер бы завтра, если бы, можно было каким-нибудь чудом вернуть его, привезти с ней еще один, нынешний день провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, так он мучительно и восторженно любит ее, зачем доказать, зачем убедить, а не знал зачем, но это была необходимая жизнь, совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки, и и как не как надо